Эх, вот ходишь ты по торговым центрам и всего тебе хочется, правда, денег на это, как обычно, не хватает. И тут нужно либо поднакопить средства, либо взять в долг, например, у банка. Правда, потом машина в кредит, телефон в кредит и свадьба тоже в кредит. Мы решили узнать, как эту проблему решают в Минчане и провели опрос, берут ли они кредиты, если да, то на что. Квартиру купить, тогда да, тогда можно взять кредит, а так, для того, чтобы, допустим, взять какую-нибудь крутую машину, кредит покупать не надо, ну, не надо брать. Можно купить какую-нибудь старенькую, а потом накопить на новую. Я совершенно не приемлю никакие кредиты, я считаю, что человек, каждый человек должен жить по мере своих доходов, и если он действительно хочет чего-то добиться в жизни, то он должен усиленно работать, и тогда все получится. На жилье. Там стоит брать. Ну, потому что, ну, как по-другому? По-другому невозможно. Но машину 20 тысяч выбросить на улицу и поставить на колеса – не массенсу. Кредитов не брал никогда, вот, считаю, что не нужно брать. Допустим, на жилье сейчас рассрочки дают очень хорошие, поэтому, в принципе, ну, я против кредитов. Довольно часто, всегда ворами и досрочно их погашал, поэтому проблем никаких с кредитной историей нет. Кредиты, брат, стоят в любом случае, ну, на разумные цели, в зависимости от собственного дохода. Рассчитывайте свои возможности, и тогда не будет никаких проблем. Те, кто все же решился взять кредит, должен помнить, что в этой процедуре есть свои правила и подводные камни. О том, как избежать ошибок, расскажет эксперт одного из коммерческих банков. Размер кредита, прежде всего, зависит от дохода, получаемого кредитополучателем. Немаловажная здесь часть имеет и, в принципе, анализ расходной части ранее принятых на себя обязательств по коммунальным платежам, по исполнительным листам. Исходя из этого, скажем так, банк принимает решение, какую сумму кредита предоставить для того, чтобы у клиента еще остались деньги. Говорят, что меня включили в черный список. Такого списка не существует. Банк просто анализирует, есть ли кредитное исполнение обязательств, и если допускались, допустим, постоянные просрочки до месяца и более, то вероятность, конечно, наступления дефолта по такому кредитополучателю достаточно высока, и, соответственно, высока вероятность отказа в кредите. Ставка, которая становится в абсолютном цифровом выражении. Допустим, 15% годовых. Вот это и есть фиксированная ставка. Переменная ставка – это, которая привязана к какому-то индикатору. Это, допустим, в кредитном договоре прописывается, что ставка является ставкой рефинансирования, плюс там 3% пункт. Соответственно, снижение ставки, да, в данном случае является для кредитополучателя, и они будут меньше платить процентов. Поручительство – это дополнительный вид обеспечения, который снижает для банка риск невозврата кредита. Пользоваться, либо не пользоваться данным видом обеспечения зависит напрямую от суммы кредита и срока кредита. Прямой обязанности в законодательстве сообщать причину отказа в непредоставлении кредита отсутствует. Но при этом, в принципе, в нашем банке даны рекомендации, что при обращении кредитополучателей объяснять подробную причину. И самое главное, помните, что берете деньги вы чужие, а вот отдавать придется свои. Если просрочите платеж, то заплатить придется больше. Процентная ставка за этот период вырастет. Тех же, кто решил вовсе не платить по кредиту, банк ждет в суде.